Пожалуй, во всей Украине не найти дерево, повидавшего столько, сколько этот 70-летний дуб. Здесь казаки провозгласили Богдана Хмельницкого своим гетманом. С этого места началось национально-освободительное движение. В кроне этого дерева прятались целые семьи во времена Второй мировой войны. До такой степени дуб, можете себе представить, был густой, что семьями прятались, и никого немцы не могли найти. Они стреляли с автоматов в крону, и вот парадокс в том, что ни одна пуля, ни одного человека не ранила. Сейчас от листвы ничего не осталось. И с первого взгляда можно подумать, что дуб высох вовсе. Но нет. 13 лет назад он пустил зеленую ветку, и для многих это стало настоящим праздником. Это очень символично. Почему? Потому что сейчас Украина является независимым государством. Это как своего рода возрождение, вот той былой славы украинского народа, которая она есть. Чтобы спасти дерево, специалисты из разных стран принялись его реанимировать. Но, как говорят местные жители, от этого ему стало только хуже. Сейчас ствол и крона дерева укреплены подпорками и растяжками. Диаметр этого дуба 6 метров 32 сантиметра. Считается, что его кора приносит удачу, и каждый норовит отломать себе кусочек. Вот и поэтому практически весь ствол дуба абсолютно голый. На протяжении столетий этот дуб был местом паломничества для миллионов людей. Его считают святыней и сегодня. Посмотреть, а главное потрогать это чудо-дерево, приезжают туристы отовсюду. Удивительно. Я только подходила к дубу, у меня уже в такую жару, у меня мороз по коже до корней. Понимаете, сейчас это что-то непередаваемое. Я чувствую тепло, я чувствую энергию. Я обескуражена, я поражена, что ветка светит. А чтобы зазеленел весь дуб, ученым предстоит еще немало работы. Пока что вокруг дерева высадили маленькие дубки, выросшие из его желудей. В надежде на то, что они будут подпитывать своего прародителя. NTD. Запорожье. Украина.